вас приветствует канал мошенники аферисты фармазона я еще только-только собираюсь торговать еще не торгую как это работает что за компании какие есть выгодные предложения я лично сам торгую уже в лет на рынке данном международном рынке и соответственно да то есть у меня уже есть хорошенький опыт именно как раз поэтому я предлагаю сейчас знакомиться с нашим предложением и вы уже будете больше понимать как это будет выгодно для вас вообще подскажите дамир интересовались для себя там криптовалютами валютами драгоценными металлами либо же акциями подскажите ну все кроме крипты все кроме крипты я понял смотрите наша компания предоставляет доступ более чем к 200 инструментам более чем то есть это не только криптовалюты но также еще акции индексы валюты драгоценные металлы товары то есть это позволяет каждому нашему клиенту подобрать что ему будет более интересно и это не просто доступ к рынку и вот вам инструмент вот вам рынок и торгуйте нет это идет здесь сейчас сопровождение с клиентом да для того чтобы клиент понимал как это будет выгодно для него как это будет происходить форма торговли почему выгодно сейчас покупать или же продавать то есть для того чтобы мы сотрудничали с вами плодотворно и работали рука в руку так бы сказать и нога в ногу да соответственно нам нужно что это доступ в интернет свободный буквально 30-40 минут времени ну конечно что и желание даже желание зарабатывать подскажите вот вас доступ в интернет в основном это с мобильного телефона либо же с компьютера подскажите в основном с мобильника с компьютера будет там через денек другой скажите а почему у вас так мало вот инструментов смотри я говорю более чем 200 инструментов то есть каждый раз пополняется да новые акции выходят других компаний которые вышли как раз на торги а также новые криптовалюты до которые вышли то есть в основном да среднестатистические инструменты это 200 инструментами да то есть это идут в стабильные валютные пары акции индекс драгоценные металлы товаре свеорина в этом случае добавляются и криптовалюты да то есть криптовалюты некоторые выходят рынка некоторые заходят в рынок и соответственно да то есть это список постоянно изменяет мне кажется это все равно очень мало если все взять и акции и валюты и валютные пары и криптовалюты всего там 200 чем но это очень мало дамир но если взять сравнение московская питерская биржа где в общем слову славокупности это 98 инструментов да для торговли это валютные пары акции индексы и облигации соответственно ну то есть разница есть значительная поэтому мы в этом случае можем с вами сейчас и познакомиться да с этими инструментами которые вам будут более интересно ну во первых на московской бирже не отнюдь и 98 там одних акции только несколько сотен во вторых я сейчас до своей почты не доберусь я вчера общался с каким-то вот юношей который звонил из максимаркет вы знаете об этом звонке с вами нет это звонил кто-то другой он какой-то такой очень подозрительный товарищ он постоянно меня пытался ну видно я ему кого-то напоминаю и он что-то вот общался 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 потом мне наконец сказал что я посмотрел вашу платформу x-critical после да я обратил внимание что она очень бедненькая такая платформочка ну мы с ним свелись к чему что я еще вот папа кручусь чуть-чуть на этом форуме инвест форум и тогда уже буду немножко обладать информацией в более превосходной степени сейчас что и как и куда почему потому что смотрите вот вы говорите да вот платформа x-critical бедновато наши компании предоставляют доступ к самому процессу торговли более чем с трех бир именно с трех платформ то есть эта платформа x-critical мета трейдер 4 мета трейдер 5 то есть все зависит от опыта клиента то есть если у вас по сути опыта не было даже вам нужно для начала научиться в открытии сделок соответственно в анализе инструмента в этом случае новички используют платформу x-critical да то есть она проста в использование и соответственно клиенты имеют как раз возможность ознакомиться с рынком да то есть это удобно и просто а если брать уже более такой хороший опыт именно уже от пяти лет соответственно конечно да тогда вам будет более подходить и там это трейдер 4 или уже 5 да все зависимости от ваших пожеланий и соответственно там конечно же и больше индикаторов больше возможности бронизировать рынок соответственно да то есть это будет вам намного удобней поэтому я же говорю что вам самое важно да то есть понять как торговать как рынок работает и тогда в дальнейшем вы уже принимаете для себя уже дальнейшие действия хорошо окей тогда давайте как раз сами зайдем да вот заходите на свою платформу x-critical так мета трейдер же он же это оболочка которая отражает только конкретный счет у конкретного брокера зависимости от того сколько там инструментов у данного брокера вот столько и будет мета трейдера то есть если я даже если у вас там беднота то есть я перейду на мета трейдер подключусь к вашему счету у меня и будет беднота сам по себе мета трейдер она же не является брокером вы торгуете во первых не внутри страны не внутри компании вы торгуете на международном рынке соответственно компания предоставляет доступ к данному количеству инструментов то есть мы получили разрешение на предоставление данных услуг в этом случае клиенты имеют возможность как раз использовать данные инструменты для торговли мы в этом случае предоставляем сервисное сотрудничество то есть клиент открывает сделки под нашим руководством под нашей аналитикой и вы уже в этом случае тогда делаете определенные движения да то есть открыли сделку заработали оплатили нам комиссии то есть все зависит от уровня клиента ну смотрите элементарно я смотрел по брокерам у того же freedom finance global казахский брокер у того около миллиона инструментов можете себе представить миллион до миллион различных позиций можно набрать вообще сравнения никакого конечно хорошо вы говорите за придем финансов каждая компания она уникальная каждая компания уникальная и каждая компания предоставляет определенные условия тот же самый freedom finance это опять таки внутри торговля внутри страны соответственно ваши сделки не выходят на международный рынок и соответственно да то есть вы покупаете определенное количество инструментов и ждете пока не вырастут да на определенными на как раз рост будет определенный рост изменения цены если вы например хотите зарабатывать на разницы цены того что например да вот вы хотите заработать на росте вы хотите заработать на падение цены конечно же в этом случае наша компания будет намного удобнее для того чтобы зарабатывать Вы простите Вообщение в теме Freedom Finance Предоставляет обширнейший доступ К Найс, Наздак Гонконгской биржи и так далее Дамира, а почему Не торгуете с Freedom Finance? Вот собираюсь Кроме того Где покупать Надо еще знать что покупать Ну вот, ну вот А у вас этого опыта нет И тем более с Freedom Finance Напомню вам, что такие условия Для того, чтобы по сотрудничеству Имеется ввиду того, чтобы вы получили Для себя хотя бы Консультацию и сопровождение на торгах Вам в этом случае нужно что? Это иметь депозит От 5 тысяч долларов А вы откуда знаете? Ну потому что мы работаем С разными платформами И много разных клиентов И мы знаем у каждой компании Что именно как раз Какие есть преимущества Какие есть недостатки Наша компания предоставляет сотрудничество Именно как раз клиентам Даже с минимального типа счета От 500 долларов Вы, как я убедился Абсолютно не знаете Вот куда дает Freedom Finance выход На какие биржи И тут же вы заявляете Что вы знаете Какой пороговый вход В Freedom Finance Но это не абсурд? Конечно же Нет, подождите Подождите Я говорю Что я знаю за компанией И знаю Как работает наша компания То есть Говорить что-то плохое На ту или иную компанию Я в принципе не могу Я вам говорю для сравнения Чтобы вы понимали Что наша компания Вам предоставляет Какие услуги И вы тогда уже В дальнейшем Уже принимаете для себя решение Это ваше уже дело Принять решение Как раз от того То есть Какую сумму вам начинать Как будет вам выгоднее работать И какие будут у вас Дальнейшие действия Так я убедился Что вы вообще Не понимаете Не знаете ничего О Freedom Finance Global Вы такое назвали Вообще Даже Даже Freedom Finance Не Global Обыкновенно Российское отделение И то дает Доступ К иностранным активам А вы рассказываете А вот тот Мощный За тот мощный Китайский Казахский брокер Который очень серьезный Такой брокер Обширный Говорите прям Попадаете пальцем в небо А потом очень бодро Начинаете рассказывать Пороговый вход Мне кажется Вы просто тыкаете Пальцем в небо Сочиняете себе Истории Чтобы выглядеть На их фоне На фоне этих историй Как-то вот выгодно И убедить меня Сотрудничать С вами С очень бедной компанией Вы говорите только За Freedom Finance Дамир Но вот вы же Даже не знакомы Полноценно с нашей компанией Да я вчера знакомился Посмотрел я Вашу Там валютных пар Меньше десятка было Там Акции Вы CFD-шки какие-то там Давали на эти акции Ну акции Конечно Больше десятка Ну еще бы у вас Акции было меньше Десятка Я посмотрел по товарам У вас товаров Я не знаю Там до 15 У вас там Crude Oil Brand Палладиум Золото Все Ну еще там Что-то там По мелочи Ну это Как бы Ни о чем Зайти допустим Freedom Finance Посмотреть на то Обилие инструментов Которое там И посмотреть на ваше Ну обнять и плакать И вы так Голословно Утверждаете Вот такие Такую Необъективную информацию Даете Мне что-то стыдно Вас слушать Ну слушайте Я говорю Утверждаю то Что я могу Утверждать соответственно И вы в этом случае Да То есть можете Уже понимать Кстати Вот я вижу Что вы неоднократно К нам Регистрировались В нашу компанию Да Уже более Четырех Регистраций Уже в нашей компании Но постоянно Изменяли свое имя Да И свою электронную почту А подскажите Как так связано Подскажите Ну я не знаю Что вы там Видите И какая у вас Система Вы то в Фриденфинансе Что-то видите То во мне Что-то видите Мне кажется Мне кажется Что вы Большой сочинитель И все Дамир Ну вот вы хотите Со мной пообщаться Только на оскорблениях Ну зачем Это такое делать Я вам звоню С деловым предложением Первое Познакомиться С нашей компанией Более Да То чтобы вы понимали Что и как Работает компания Какие есть Выгодные предложения А вы уже В свою очередь Установили для себя Определенные решения Так как я так понимаю Что вы полноценно Не разобрались В надежности компании Какие услуги Предоставляет компания И как это будет Для вас выгодно Да То есть Вот вы поверхностно Узнали Вот компания Максимаркет Вот она бедная Вот у нее Нету ничего Такого другого Хорошо Если вы считаете Что компания Максимаркет Бедная То как она Могла проработать Более чем 14 лет Сотрудничает Более чем 60 стран Мира Подайте Ну подайте Ну подайте Вот так Примерно Ну пожалуйста Давайте со мной Сотрудничать Пожалуйста Вы позволяете Зарабатывать Я вам готов Предоставить Консультацию Только я Готов Предоставить Консультацию Тому человеку Так а я просил Консультацию Конечно Вы уставляли Регистрацию О том Чтобы компания Вам именно Пояснила То есть Как она работает То есть Познакомила вас Инвестфорум Который на минуточку Есть в нашей компании Да С помощью Инвестарены Где вы можете Общаться С другими трейдерами Мира Познакомиться Да Увидеть Как они торгуют И соответственно Узнать намного Больше Рынки Не только От лица Компаний А также От других Клиентов От других Брокеров От других Вообще Клиентов В принципе Которые торгуют То есть Вы уже Сможете Быть намного Более Уведомленным О том Что такое Рынок С компанией Максимарк А то дело Что вы посмотрели О отзывах О рекламах О других Других Компания Конечно же Но так вопрос Заключается в другом А почему Вы тогда С ними не работаете Что вам мешает То есть Денег ноль Или что Вас вообще в принципе Интересует Да 300 лет Мне нужна Ваша несчастная И бедная Нищая компания Я К вам вообще За вашей консультацией Не обращался Я на форум Стремился Пообщаться С грамотными людьми Что вы тут Навязываете Вашу Беззубую консультацию Вообще не пойму В этом случае Честно Вы говорите Неквалифицированно То есть Тем что Вы во первых Не торгуете Вы не знаете Что такое рынок Наслышал только На информации На форумах Каких-то На каких-то Интернет площадках На которых Все равно Вы не торговали То есть Как вы можете Утверждать о том Что компания Бедная У вас какие Есть доказательства Какие Есть доказательства Очень характерные И они налицо Если я захожу В какой-то магазин И вижу там Количество сыров Допустим 50 штук Я понимаю Что это ассортимент Это богатый магазин Относительно Больше Значит еще богаче А если у вас там Лежит два Каких-то несчастных Заплесневелых Сырочка Сразу вывод Напрашивается О том Что вы Бедная компания Причем Ваша компания Она даже Не удосужилась Вообще Оформить Какую-то Элементарную Лицензию И стать брокером Потому что Вы торгуете Даете торговлю Только на CFD Я уже вчера Узнавал Вы не торгуете Не даете Возможность Покупать Активы И деривативы Так как они есть Вас нету В списке Участников Торгов На бирже То есть Вы На какой бирже CFD контракта Да на CFD Ну CFDшки Они же на биржу Не выходят Почему Наоборот Они выходят На биржу Дамир Вот вы Видите У вас есть Определенное Сугубое Понимание Что такое рынок Это купить Акцию И сидеть Смотреть Держать Извините За Нижнее белье Пока оно у вас есть Я вам говорю За то Что смотрите Есть два варианта Торговли Даже три варианта Первый Это торговля На бинарных Акционах Второй Это CFD Контракты И третье Это фактическая Покупка акций Да То есть те же самые акции Либо же криптовалюты Либо же сырья То есть в этом случае В этом случае Вы уже сможете Для себя выбрать То как вам будет удобнее Опять таки Смотрите Если вы готовы Рисковать тем Что да Купили акцию Например Того же самого Газпрома И она на текущий момент Упала Очень сильно В своей цене Вы по сути В просадке То есть вы ждете Пока хотя бы Откорректируется рынок И выйдет на другой уровень Хотя бы выше Чтобы хоть цена Там поднялась Вновь бы хотя бы выше И хотя бы Заработали 100 рублей на акции Здесь вы смотрите Чем вам будет Большим таким преимуществом Здесь вы зарабатываете На разнице цены Вы вообще понимаете Для чего существует CFD контракт Вы закончили ваш спич Если вы Если вы Решили Попозориться То я конечно Могу вам Предоставить Такую возможность Открываем Обыкновенный Google И гуглим Что такое CFD Вот сайт Первый попавшийся Mounet.ru CFD Это аббревиатура От английского Contract for Difference Это производный инструмент Торгуемый На внебиржевом рынке Между банком И клиентом По нему Торгуется Разница В стоимости Актива На момент Открытия Закрытия Смысл слова Внебиржевой Вам понятен? Подождите Все равно Идет торги Все равно Идут торги Отойдет Биржевые торги Биржевые торги На внебиржевых Инструментах Не идут Дамир Это идут Как раз Биржевые инструменты Это вне Биржевые инструменты Вот хорошо Хорошо Вы решили Таки опозориться Я так понимаю Слушайте Дамир Вы меня пытаетесь Сейчас Как-то Опустить На свой уровень Но я не буду Опускаться Вы до него Еще попробуете Подняться Потому что я Хоть и новичок В этом деле Но я уже Знаю Больше вас То есть Вы согласны С тем Что я знаю Больше вас Это уже Хорошо Тогда возникает Вопрос С какой целью Вы меня Вводите В заблуждение Если вы Не знаете То На чем Работает Ваш брокер Если вы Не знаете Что такое CFD То возникает Вопрос Что вы там Делаете На вашей работе Если вы Не знаете Чем ваша Компания Торгует Если вы Знаете Что CFD Это Вне Биржевой Инструмент Тогда С какой Целью Вы Меня Вводите В заблуждение Потрудитесь Объяснить Я вас не вложу В заблуждение Потому что я знаю Что за компания Как она работает Какие есть Предоставления Информации Для чего Предоставляется Данная информация Какие клиенты Работают Торгуют И зарабатывают Какой позор Ну в этом случае Ну слушайте Позор того Что вы не торгуете И не зарабатываете Деньги на рынке Сидите Только Размусоливайте Информацию Готовы размусоливать Дальше Пожалуйста Занимайтесь Своими делами Я вам позвонил С целью того Чтобы вы По вашей заявке Предоставить вам Инвестфорум От нашей компании Которая Предоставляет Нам все Все площадки Возможность Именно Сотрудничества С другими Так я Предоставьте Инвестфорум Чего вы мне Вашу консультацию Навязываете С чего вы Решаете Что мне Может Меня При вашем Уровне Дезобразования Скажем так Вообще Противозачаточном Уровне Образования Чего вы Решили Что вы можете Меня заинтересовать В вашей консультации Вы сначала Выучите То в чем Вы хотите Консультировать Других Пришли Предоставлять Доступ на Инвестфорум Предоставляете Что вы тут Распыляетесь Как будто Вы специалист Большой Предоставляем Нашим Действующим Клиентам Ну так Тогда На таких Условиях Мне Недоступ На ваш Инвестфорум Не интересует Я не хочу Работать С непрофессионалами Все Уходите Дальше И думайте Сколько угодно Все равно Вы не приступите К торгам Потому что Вы боитесь Все Марш Учиться Плохо Слышно Алло Да Дамир Добрый день Да Добрый день Это Павел Якушев Компания Максим Маркет Удобно Говорить Подскажите Да Удобно Говорить Замечательно Да Дамир Мы с вами Общались Ранее касательно Инвестпакета Соответственно Связывались По данному Вопросу Вас заинтересовала Онлайн Сообщество Инвесторов От нашей Компании Максим Маркет Поэтому Сразу С вами По данному Вопрос Подскажите На текущий Момент Я так понимаю Что вы Уже Инвестируете Правильно Я понял Дамир Готовлю Только Готовитесь А вообще Пробовали Для себя Данную Сферу Подскажите Да Нет Не пробовал Окей То есть Смотрите Вы Знали Информацию Но Не получилось Правильно Я понял Нет Ну Я Не лез Туда Не знаю Оброду Не совался В воду Я понял Поэтому Дамир Вы же говорили Что вы Уже Все Знаете Все Вся Информация Есть Осталось Только Начать Торговать То есть Вы Действительно Думаете Что У какого То Человека Здравомыслищего Настолько Может Зазнаться Что Считает Что У него Прям Вся Информация Известна Да Ну Все Возможно Поэтому Я Еще Говорю Что У каждого Человека По-разному Бывает Поэтому Вот Например Когда Я Начинал Зарговать Я Практически Абсолютно Ничего Не знал В рынке Соответственно Да Был Несколько Раз Опыт Но Все Таки Нашел Нормальную Компанию Начал Работать И Зарабатывай Теперь Стабильно Дамир Я Рад За Вас У Меня Не Так Я Пока Опасаюсь Что Я Что Там Так Не Знаю Окей Тогда Я Продолжение Более Детально Увидеть Сам Механизм Работы Как Это Будет Выгодно Для Вас И Соответственно Приносить Вам Тот Самый Положительный Результат У нас Торгов На Международном Рынке Подскажите У Вас Сейчас Доступ В Интернет С Мобильного Телефона Либо От Собачка Рамблер Отправил Письмо Информацию О Компании О Сообществе Для Чтобы Вы Могли Ознакомиться Будьте Добрые Зайдите На Электронную Почту Ну Я Потом В Свободное Время Посмотрю И Внимательно Ознакомлюсь Со Вся Информацией Сейчас Мы С Как Это Выгодно Будет Для Вас Соответственно Что Это Будет Вам Приносить В Итоги Дальнейшем Как Мы Будем Выгодны Друг Для Друга И Соответственно Тогда Будем Принимать Дальнейшие Решения На Для Того Чтобы Вы Ознакомились Потом Дальнейшем И Тогда Уже Будем Рассматривать Дальнейший Наш Формат Работы Ну Я Вот То Что Я Сказал Так Я И Поступлю Потом Когда Закончится Беседа Наша С Вами Я Ознакомлюсь С Вашим Материалом Ну Хорошо Если Вы Например Не Знаете Что Так Что Как Работает Компания То Соответственно Как Можно Тогда В дальнейшем Разобрать Данную Информацию Как Нибудь Разберу Ну Слушайте Ну Зачем Чтобы Было Как Нибудь Как Никак Но Если Есть Возможность Пообщавшись С Экспертом Человеком Который Торговит Непосредственно В этой Сфере Уже Не Один Год И Он Может Как Раз Пояснить Что И Куда Работает Ну Я На Ходу Такие Вопросы Не Решаю Вы В дальнейшем Принимаете Решение Да В дальнейшем Я Ознакомлюсь И Прямо Решение Вы Совершенно Правы Угу Поэтому Хотелось У вас Как раз Узнать Как Мы Будем В дальнейшем С вами Работать Сотрудничать Чтобы Вы Для Начала Понимали Данную Сферу И Тогда В дальнейшем Будем Рассматривать Другие Варианты Поэтому Давайте Сейчас Зайдем Познакомимся Вы Уже Зададите Свои Вопросы Я Задам Свои Вопросы Ответим Друг 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 И Уже Будем Рассматривать Дальнейшее Наше Действие Мы Не Сможем Рассматривать Дальнейшее Наше Действие Поскольку Я Пока В таком Режиме На ходу Я Не могу Просто Ознакомиться Это Противоречит Всем Моим Принципам Досконального Изучения В Тишине За Чашечкой За Ответы На Вопросы Или Задавать Вопросы Фундаментальность И Въедливость Это Двигатель Всего А на ходу Ни фундаментальности Ни въедливости Никаких Либо Других Животворящих Принципов Не получается Почему Я настаиваю На том Чтобы Мы С вами Сейчас Познакомились Это База Информации Которую В дальнейшем Уже При Личном Изучении Как Вы Говорите В Тишине Спокойствие Вы Уже Данную Информацию Уже Будете Использовать Уже Понимаю Что За Компания И Какие Есть Выгодные Присажения А Потом Уже Как Только У вас Будет Установлено Решение О том Что Да Окей Мне Это Подходит Мы С вами Будем По Утогу Общаться Именно По Самому Формату Торгу Хорошо Окей Тогда Вообще В принципе Заходите Тогда На Вашу Электронную Почту И Тогда Уже Более Детально Ознакомлюсь Хорошо Да Зайду Как Нибудь На Мою Электронную Почту Ознакомлюсь Детальней Сейчас На Бегу Только Какие Вещи Не Решаются Почему Почему Ж На Бегу Мы С Вами Пообщались Познакомились И Тогда У Вас Есть Определенная Картинка Понимания Наши Работы И Компанию Скажите Павел Якушев Вот Я Общаясь С Вами Не Совсем Понимаю А Какой Именно Вот Эффект Нашел Вот Отражается Именно В вас Либо Вы Чересчур Переоцениваете Ваше Умение Убеждать Человека И Думаете Что Если Вы Мне Чего Нибудь Этакое Расскажете То Я Прям Вот Послушаю Вас И Поменяю Свои Принципы Либо У вас Есть Какая Уверенность Или Надежда Скажем Так На То Что Если Вы Десять Раз Отставлю В сторону То На Одиннадцатый Раз У вас Все Так Вы Горит Вот Что Сейчас Движет Вами Наше Предложение Для Не Интересно Я Не Могу Понять Почему Что Это Мешает Вам Разобраться В нашем Предложении Спокойно Легко Тем Что Я Могу Предоставить Информацию Которая Вам Будет Полезна Скажите Из Тех Слов Которые Я Вам Говорил Насчет Того Как Когда Я Буду Разбираться В Какой Обстановке Я Буду Разбираться Вот Вы Что Лично Поняли Я Проверю Ваше Восприятие Информации Способно Либо Вообще Воспринимать Информацию Ну Адекватным Образом Что Что Вы Поняли Из Моих Слов То Что Вы Хотите Собственно Ручно Сами Без Какой Либо Вмешательства Без Какой Либо Суеты Рассмотреть Все Информацию Познакомиться Хотя Вы Абсолютно Не Знаете Ничего О нашей Компании Блестяще Блестяще И как раз таки Я могу Вам Предоставить Лично В нашем Диалоге Потому Что Извините Когда Я вам Поприсываю Кучу Письма Информации О том Что О компании Вы будете Сидеть Две Недели И Читать Изучать Но Вопросов Будет Очень Много Ответить Никто Не Сможет Потому Что Опять Таки Вы Не Находите В Живом Диалог И Живой Диалог Как раз таки И Выигрывать В данной Деятельности То Чтобы Вы Задаете Вопросы Компания Задает Вам Вопросы Друг Друг Отвечаем Наглядно На практике Все идет Своим Чередом А Если Рассматривать Образом Что Вы Будете Допустим Сами Почитаете Как Вы За чашкой Кофе И так Далее У У У Таких Клиентов Было Много Что Пытались Поизучать Но По итогу Получилось То Что Мы Все Равно С Данным Человеком Парадник Все Равно Разбирали Познакомились И так Далее Зачем Переводить Время Если Можно Качественно Пообщавшись С Экспертом Вы Уже Смор 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 Как раз И Получить Данную Вы Вы Так Не Понимаете Ответ На Этот Вопрос Ну Хорошо Я Поясню То Есть В режиме Живого Диалога Внимание Мое Отвлекается На Этот Диалог Я Могу Пропустить Мелочи Я По сути Постоянно Трачу Большую Часть Этого Внимания На То Чтобы Как-то Коммуницировать С вами Думать Что Вам В деле Моей Оценки Вашего Предложения Поэтому Диалог Он Не Исключается Но Диалог Может быть Только После того Как Я Сам Собственно Ручно Ознакомлю С Вашим Предложением Обгемахт Обгемахт Я Не понимаю На каком языке Вы сейчас Не сказали Я понимаю Только Обгемахт Я Вышел Информацию Неоднократно Неоднократно На вашу Электронную Почту Но От вас Никакого Не ответа Никакого Результата Компании Коллеги Мои Высылали Но Опять Таки От вас Нету Никакого Результата Хотелось бы Понять Что И как Происходит Почему Именно Так Происходит Почему Именно Вы Не хотите С нами Вести Диалог То есть Есть Какие Сомнения К Нашей Компании Я Пока Я Не видел То Что Вы Мне Высовали Уведомления С почты Мне Не Приходят Посмотрим Разберемся Сейчас Не хочу Слушайте А когда Это Снова Опять Таки Не знаю Когда Чтобы Получить Никогда Или Что Ну Зачем Такое Ну Мне Так Удобно Удобно Когда На работе Говорят Что Мы Выпадим Зарплату Тогда Подумаем Когда Сами Подумаем У нас Еще С вами Не Такие Отношения Как Вот Вы Описали Только Что Мы Еще Не Связаны Производственно Трудовыми Отношениями Это Аналогично Это Аналогично Павел Якушев Да Вы Я Я Крайне Разочарован Стилем Ведения Диалога Вашим Стилем Ведения Диалога Вы Назойливый Причем Назойливый Глупо Назойливый Бывает Иногда Человек Целеустремленный А бывает Просто Как Назойливая Муха Вот Ее Щелкаешь Она Возвращается И Продолжает Тебе Жужжать Дальше Пока Ее Не Прихлопнешь Так Вот Уважаемый Павел Якушев Я Вас Прихлопываю Молчание Молчание Дамир Дамир Ну что Вы Решили Тактику Молчания Или что Использовать Ну Дамир Дурачок Думаю Если он еще Десять раз Позвонит То ему Удастся Меня Поломать И я Таки Буду Прыгать Под его Дудку Вот Удивительное Сочетание Глупости И спеси Вот Я себе Представляю Если Вот С такими Кто-то Вздумает Создать Себе Семью Тогда же Будет Самоутверждаться На всех На детях На жене На коте Дурачок Как он Есть Называется Уже Чувствует Диалог Специалист Если действительно Какой-то Разумный Специалист Ну пусть Даст Время Человеку Подумать Обсудить Чего-нибудь Там Но потом Перезвонит Ну думает Если он Так Будет Буром Переть То Он Преуспеет У них Есть Я обращаюсь К вам Мои Дорогие Зрители У них Есть Совершенно Дебильная Установка Она Обычно Работает Вот Для тех Мошенников Которые Пытаются Себя Изобразить Сотрудников Безопасности Ну Либо Милиционеров Подчиняйте Доминируйте Навязывайте Свою Ведение Свою манеру Ведения Диалога И так далее И тому подобное Ну 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 Очень Часто Они Во всех Случаях Продолжают Себя Вести Вот Таким Образом Пытаются Взять Инициативу Свою Руки И Навязать Оппоненту Свой Свой Мир Ну Это Если Оппонент Слабохарактерный Или Не понимает С кем Он Имеет Дело То Такое Может Конечно Преуспеть А так Людей Это Отталкивает Но Хорошо Что Они Ничему Не Учатся Если Они Чему То Учились Было Конечно Похуже А так Пусть Остается Как Она Есть Добрый День Если У вас Есть Что Сказать Я Готов Вас Вы Слушать Да Смотрел Замечательно Подскажите Какие вопросы Остались После Прочтения Данной Литературы Нет В принципе Все Ясно Все Ясно Замечательно Поэтому Дамир Так как Вы Уже Изучили Часть Информации Я Предлагаю Вам Познакомиться С компанией Увидеть Сам Механизм Изнутри И Соответственно Уже Тогда Принимать Свои Взвешенные Решения О Сотрудничестве С нашей Компанией Поэтому Дамир Открывайте Сейчас Ваш интернет И Соответственно На Вашу Электронную Почту Зачем Чтобы Мы Как раз С вами Могли Познакомиться С нашей Компанией Увидеть Все Предложения Доходность Данного Предложения Могли С вами Посчитать И Тогда Уже Вас Будет Четкая Картина Того Как Мы Будем Дальнейшим Работать Поэтому Открывайте Вашу Электронную Почту Да Я И так Посмотрел На Вашу Компанию Даже На Сайт Заходил Ты Такая Бедненькая Компашечка Слушайте По каким Параметрам Вы Для себя Приняли Штуретная Компания По количеству Инструмент Дамир Ну Что же Вы Так Упеждаете Что Количество Инструментов Так Мало Давайте Я Покажу Сколько У нас Инструментов В запахе Соответственно Которые Пользуются Спросом И Вы Тогда Уже Будете Пользоваться Для Себа И Поэтому Откройте Тогда Свою Торговую Платформу И Мы Сейчас С вами Все Посмотрим Изучим Да Я Смотрел Там У вас Вообще Кот Наплакал Что Вы Посмотрели В каком Разделе Подскажите Товары Там Товаров 10 У Угу Соответственно Те Которые Торгуются В основной Торговой Сессии Поэтому В этом Случе Мы Предоставляем Те Инструменты Которые Как раз Доступны К Торгам Поэтому Мы В этом Случе Зависим От Рынка Поэтому Вы В этом Случе Получайте Определённое Количество Инструментов Которые Вы Можете Использовать Да Это Среди Семь Какие Инструменты Предоставляют Рынок И Мы В этом Случе Тогда Уже Предоставляем Нашим Действующим Клиентам Поэтому Дамир Давайте Как раз Сами Обсудим Каждый Инструмент Какой Вас Больше Заинтересовал Подскажите Да Выбор Дерьмовый Что Там Обсуждать Вы Нищеброс У вас Много Чего Нету По Тем же Металлам Хорошо У вас Нету По сути У вас Только Одни Сюдишки Это Во-первых У вас Нету Никаких Других Инструментов У вас Нету Ни Фьючей Ни Форвардных Контрактов Ничего Ну а вторых По тем же Металлам У вас Там Я не видел Много Металлов Я смотрел Там В природе Очень много Вы в курсе Когда нибудь Видели Таблицу Менделеева Те которые торгуются На рынке Соответственно И предоставлены В этом случае Да не У вас там Всего парочку Металлов И все Больше Ничего Нету По тем же Злакам Та же Кукуруза По моему У вас там Вообще Отсутствует Пшеница Я не помню Есть Или нету Такое Вы напоминаете Мне Деревенский Сельпо Которая Там Зайдешь Только Водка Хлеб И колбаса И все Больше Ничего Нету Даже Так Окей Давайте Зайдем На торговом Терминале Я вам покажу Где Находится Зерно Где Находятся И другие Инструменты Поэтому Вы В этом Случай Можете Ими Как раз И Воспользоваться Почему бы и нет Где Если у вас Его нету Нигде На терминале Откуда Вы его возьмете Сами придумали Криминал Даже не заходили Ну что же Вы Меня Пытаетесь Вести В заблуждение Ну хорошо Давайте Я на вас Потрачу Еще Немножко Времени Я вас Попробую Все-таки Раскрыть Все Нищебродство Вашей Компании Но только Я сейчас На почту Не смогу Зайти Почта Она Дома Осталась И это Ноутбуч Ноутбуч Заходите Приложение Play Market Так Сейчас И пишите X-Critical Сейчас Секундочку Повисите Чуть-чуть Сейчас Все Будет Да Открывайте Открывайте А вы Как-то У вас Денег Не хватает На раскрутку Да Взять Кроме CFD Что-то Дать Это Такое Все Голая Полка Называется Для чего Созданы CFD Контракты Для того Чтобы Для вас Гражданина Российской Федерации Да То есть Была Возможность Торговать На международном Рынке Потому что Если Вы В этом Случай Владеете Тем И Фьючерсами Либо По сути Акциями Также Еще Владеете Вы В этом Случай Под Санкциями Под Санкциями В оборот Именно Товаров Инструментов Которые Доступны Для вас Для того Чтобы Вы Владели Тем Же Самыми Фьючерсами И Тем Же Самыми Акциями Он Будет Грубо говоря На пальцах Двух рук Просчитать Да Ерунду Вы Говорите На самом Деле Можно Покупать Не через Российский Брокер И через НРД Под Санкциями Банки Нет Некоторые Под Санкциями НРД А ну Секунду Повисите У меня Там Чайник На кухне Засвистел Сейчас Пойду Выключу Ну Вот Ну Вот Поэтому Да Хорошо Хорошо да достиг определенных успехов на этом поприще я рад что вы подостойно оценили мои способности так я скачал x critical скачалась на уже готов ходить вот хорошо вот вводите вашу электронную почту это 3 нижнее подчеркивание 4 нижнее подчеркивание 5 вот собачка rambler точка ру так логин это ваша электронная почта пароль м м 1 2 3 4 5 6 так неверный пароль или логин да вроде все право 5 что-то мне нравится я уже даже стер взял заново там что вводите не пускают но проверка что вы вводите какой логин какой пароль нормальный ввел нормальный логин ничего не пускают какой логин вводили 3 4 5 вот rambler точка ру м м 1 2 3 4 5 6 без пробелов без каких-либо там других символов обычных данных символов м м м 1 2 3 4 5 6 без пробелов не так сложно но что-то не пускает а возможно где-то влоги не допустили ошибочку да как-то там допустил о авторизация на сервере maximarkens прошла успешно грузимся 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 вот формочка незатейливая но пока чего хотели мне показать сколько у вас товарных севдешек давайте зайдем так где они у вас тут избранная валюта товара давайте нажимаем на товар не нажимает подождите блин чем не назван еще действует как попал тормознута но сейчас расстраивает меня ваше приложение смотрите у вас товары 1 бренд 2 золото 3 газ 4 палладиум пятый платина шестое серебро седьмое крюд ойл и все у вас нету не бренка у вас нету не нефти уралс у вас нету не лития у вас нету не никеля нету не пшеницы не кукуруза ну говно ассортимент просто скажем просто вас может не пускают туда вы только такие туда зайти а вам сразу дверь перед носом закрывают никелем торгуют без вас это та же логика как у этого сельского сельпо который я вам приводил в пример там продавщица она на своему мужа рассчитывает тут подбирает ассортимент под своего мужа поэтому магазине только водка хлеб и колбаса не пиво на пахнула а у вас даже денег нету чтобы даже в этом сельском магазине купить что поэтому ну что же вы так настраиваете сами себя поэтому смотрите на данном торговой платформе предоставлено больше чем 200 инструментов больше чем 200 инструментов то есть если взять во внимание криптовалюты индексы акции компаний соответственно каждый каждый месяц пополняется новыми инструментами соответственно это помогает вам именно развиваться в данной сфере конечно что если у вас уже опыт запрещаем как минимум 4-5 лет торговый то конечно же мы можем с вами что-то говорить по поводу акций и если у вас опыта по сути это не было да то есть поэтому я бы вам бы рекомендовал бы конечно же что это рассмотреть это например какие-то инструменты как нефть соответственно газ дато новичка это очень такие хорошие Perché зачем ему для просчета информации для того чтобы вы умели правильно открывать сделки одно дело когда вы теоретики теоретик а второе дело когда уже практик да то соответственно данная информация вы уже закрепили на практике и соответственно это помогает вам именно быть курсе событий соответственно Открывать сделки, анализировать информацию и понимать, почему сейчас цена движется вверх или вниз, цена растет или падает, почему цена сейчас, например, стоит на месте. И все эти моменты, чтобы вы понимали, научились, на простых инструментах. А в дальнейшем, когда мы будем с вами работать долгосрочно, мы с вами уже будем устраивать инвестиционные портфели, уже основываясь и на акциях, и на криптовалютах, и на индексах, которые вам будут более интересны по доходности. Так как, опять-таки, для того, чтобы торговать тех же разными акциями, индексами и криптовалютами, да, необходимо владеть депозитом от 6 тысяч долларов, как минимум, для того, чтобы хотя бы войти и минимально по маленькой части акции и индекса, да, соответственно, попробовать себя торговать. Я так понимаю, в данной сумме вы владеете 5-6 тысяч долларов? Так, а зачем мне вот напрягаться, что-то анализировать, если вы же сказали, будет анализировать аналитик, а я просто буду нажимать на кнопочки и открывать сделки. Зачем мне это? Зачем мне это? Ну вот зачем, смотрите, для чего аналитик вам предоставляет, чтобы вы на начальных этапах разобрались, да, соответственно, правильной торговли, соответственно, вы уже понимали, как это работает. И в дальнейшем, когда вы уже имеете хотя бы определенное понимание по рынку и, соответственно, практику уже закрепили, знаете правильность открытия сделки, вы в этом случае уже получаете из этого свой результат. И тогда уже в дальнейшем аналитик вам предоставляет готовые торговые сигналы и вы, пользуясь ими, уже открываете сделки. Либо уже сами, сами открываете сделки, сами анализируете. Но, опять-таки, вы все равно будете платить комиссию. В общем, за каждую положительную сделку. Одно дело, когда вы уверены в данной аналитике и данной информации, что компания вам предоставила, с интересом того, чтобы вы данную сделку закрыли, с положительным результатом, чтобы оплатить нам комиссию. Или же вы сами, да, на свой страх и риск открываете сделку, непонятно в каком направлении, не зная как действовать в той или иной ситуации. Так а зачем мне вообще это все? Мне же аналитик будет давать, как вы сказали, сделки, я даже и разбираться ничего не буду. Просто нажимаю кнопки, получаю деньги. Мне зачем разбираться с рынком? Для того, вот видите, вот смотрите, разные ситуации у каждого клиента. Кому-то нужна глубокая аналитика, разбор полетов по всем фронтам, понимаете? Полное обучение, начиная с нуля. Каждому индивидуально, кому-то необходимо. Достаточно только обмен опытом. Обмен опытом. То есть у вас есть своя стратегия, у личного эксперта есть несколько других стратегий. Он вам предоставляет ознакомиться с его материалом. Вам что-то понравилось, вы что-то извлекли в данный формат. Добавили уже в свою стратегию, для того, чтобы она работала лучше и качественнее. Дальше. Это не значит, что вам навязывают личного эксперта. Вы немножечко неправильно поняли. Вам же руководителя вашего на работе не навязывали, правильно? Он у вас есть и все. Дальше. Он с вами работает по необходимости. Если вы ничего не имеете, он вас плотно и густо ведет. Ведет по работе, контролирует каждый ваш шаг, для того, чтобы вы не сделали никакой ошибки. Если вы человек самостоятельный и говорите, что Иван Петрович, не смотрите, не наблюдайте за мной, я сам все сделаю. Делайте сам, и вас никто не трогает. Но только тогда и за результат несете ответственность вы. Так мне же лучше учиться на солидной кампании с хорошим набором инструментов, а не на вашей нищебродской. Минуточку, еще раз. Смотрите. Учиться лучше на хороших инструментах. Если человек хочет научиться печатать на компьютере, он же не ставит перед собой клавиатуру, где только бэкспейс и только пробел. Ну, он берет все буквы, пытается, нажимает их. Мне лучше учиться на кампании, у которых хороший набор инструментов, а не такой нищебродский, как у вас, правильно? Ну ведь правильно. Погодите. Нет, я с вами не согласен. А я вам скажу почему. Хочу вам ваше внимание обратить, что неважно, как называется акция, будь это дорогостоящая акция Теслы, да, или же любой индекс криптовалюта в виде биткоина, извините, либо же это будет обычная стандартная простая валютная пара. Если у вас нет аналитики, вы нигде не заработаете. А если вы знаете направление вверх или вверх, неважно, как называются акции, вы на этом заработаете. Если я не прав, поправьте меня. Алло. Ой, алло, алло. Павел, если можете, повторите еще раз, пожалуйста. Я отходил, он мне чай наливал просто. Чайник уже заварился, я чай наливал. Повторите, пожалуйста, еще раз то, что вы сказали. Неважно, как называется актив, неважно. Если вы не знаете направление вверх или вниз цены движения, то вы не заработаете, и это вам ничего не принесет. Какой бы актив другой, крутой, популярный не был бы. Неважно, валютная пара, самая простая, или же биткоин, либо же акции Тесла дорогостоящие. Неважно. Не владея информацией, вы должны обладать информацией. У вас на балансе должно быть достаточно средств для того, чтобы открыть сделки, чтобы пользоваться активом, и знать направление, куда будет расти, или же когда будет опускаться цена. Какая разница, как называется актив? Разве дело в престижности название? Алло, алло, да-да-да. Да-да, Павел, да-да. Да, слушаю. Алло. А вы что-то спросили у меня? Павел, я все понимаю, что замечательно вы рассказываете. Павел, я тебе не пытался. Все, вы молодец, вы хорошо все рассказываете. Что вы понимаете? Ну, только логика, она ваша оторвана от реалий. Она не земная логика. В земной логике так. Вот какие-то металлы, к примеру, есть. Или какие-то акции. Ну, или еще ряд каких-то активов. Вот, к примеру, берет, и они все спят. Ну, мы же зарабатываем на разнице в цене, правильно? Ну, вот какие-то одни спят. А другие, они все-таки берут и растут, или падают. Чем больше мы активов перед нами, тем больше вероятность, тем больше вероятность того, что мы поймаем какое-то движение одного актива. Если у нас перед нами два актива несчастных, вот у вас по нефти вообще одна только Крюдоилл. Ну, это же вообще, это... Беднота. Нет, не одна. Нет, минуточку. Одну минуточку. Ну, две. Я прошу прощения, Домит. Две. Ну, это точно не так важно. Не так важно. Так вот, я вас, конечно, прощаю, но перебить себя не дам. Так вот, если у вас там такое вот три калеки передо мной на экране, то и зарабатывать тоже будет шансов вот три калеки. То есть, если бы вас заботило при выставлении инструмента, если бы вас заботило только вот комфорт вашего клиента, чтобы у него только глаза не разбегались. Если бы вас только это заботило, то я бы, конечно, за вас топил бы двумя руками. Но у вас, по сути, у вас нету фантазии и ресурсов для того, чтобы вставить в вашу, скажем так, торговую платформу, как вы ее сами называете, достаточное количество, приличное количество инструментов. Вы, вот, если у вас была большая компания, большая компания, если у вас было, вы бы тогда много инструментов поставили. Ведь это вывеска, с чего начинается вообще обзор вашей компании. А у вас вывеска паршивая, буквы кривые, краски бледные. Ну, что такое, я вот смотрю на вас. Мне хочется вам денежек немножко перечислить, чтобы вы, хоть у вас, хоть на хлебушек было. Скажите мне, пожалуйста. Хоть на мивинку. А каких активов еще речь? Активных активов. Активы вы хотите увидеть? Ну, давайте. Вот вам вообще говорить? Или конкретно по товарам? Давайте по товарам. Ну, давайте по товарам. Согласны пройти по товарам? Или не согласны пройти по товарам? Конечно, давайте. Ну, хорошо. Вот сейчас, да, да, да. Вот сейчас зайдем в группу товара. Пожалуйста. Где медь? Где бензин? Где газоэль? Пшеница где? Кукуруза где? Как вообще без соевых бобов? Кофе, кофе. Один из крупнейших. Очень волатильных крупнейших активов. Без сахара как? Актив? Компания без активов сахара, это и жизнь без сахара. Хлопа где? А где какао Лондон? А какао США где? А грубый рис где? А где рис нежный? А где фьючерс на черешню? А где у вас алюминий? А без алюминия вообще никак. А свинец? А живая свинина весовая где у вас? Нету, нету. И не будет. Что-то мне так кажется, что и не будет. Купа товара более предоставлена в широком объеме и не имеется на МТ-4. Ну, вы же мне это предоставили. Я ответил на ваш вопрос? МТ-4. Подождите. Вы же мне это предоставили. Подождите, вы знакомитесь? Подождите. Вы знакомитесь с компанией в общем и целом. Я жду. Где это? Я вам говорю, на МТ-4. Ну, вот на МТ-4 и пойду торговать. А вы при чем? Вы же мне их критикам предоставили. МТ-4 мы точно так же предоставляем в платформах. То есть и точно так же вы можете использоваться данными товарами. Ну, давайте зайдем на МТ-4, посмотрим, что там у вас есть. Давайте зайдем. Заведите мне на МТ-4. Хорошо. Скачивайте МТ-4. Хорошо. Скачивайте, у вас имеется доступ к МТ-4. Сейчас, сейчас. Сейчас скачаю, подождите. Через платформу, пожалуйста. Сейчас скачаем. Сейчас все скачаем. Так, ну она небольшая, она быстро загрузится. Так. Уже качается. Сейчас еще чуть-чуть, и мы там. Так. Есть. Подключить существующий счет или начать работу. Да, что я делаю? Алло. Начать работать. Начать работу, да. Вот так вот, так вы можете подключить без разницы. Ну да, да, к чему мне подключиться? Подключить существующий счет. И так, и так, можно подключить. Ну так, руководите мной, бождь. Ведите меня к светлому финансовому будущему. Я же нажимаю только по вашему указанию. Что мне делать? Подключить существующий счет. Да, какой брокер мне найти? Найти брокера. Подключать. Шершеля брокер. Максимаркет. Ма-к-си... Маркетс. Ну хорошо, да. Так. Демо. И Максимаркетс. Лайв. Ликвидити один какой-то. Что мне подключить? Демо. 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 Лучше, если хотите, посмотрите. Да, демо. Подключаю. Так, логин. Логин тот же, да? А она не хочет, логин тот же. Она мне подчеркивание не отображает. Она хочет от меня только пробил. Что мне подключить-то туда? Ну вот я нажимаю, не пишет. Только цифры принимает паразитка. Как мне зайти? Алло. Секундочку. Секундочку. Сейчас вам попробую. Попробую вам помочь. Помоги мне. помочь. Попробую. Впро-" Попробую. здесь баскетбол играют алкаши и здесь мы соберитесь потому что я же не могу прописать вам там свой электронный адрес о чем я вам три раза рассказал вы таки не поняли но не дает подчеркивание нет ничего не да не прописывается он там чудо за какой-то ладно сейчас попробуем так нет но папа вы повысекала все эти собаку убрала и подчеркивание все убрала не получается так мне же вам сказал что мне не дает вот тот почтовый ящик который у меня есть меня не дает ввести в виде логена не возражать если я буду параллельно с вашим разговором печеньками хрустеть да ничего на вас не попадет не держите я над собой не на вас не упадет ни одна крышка не на серьезно там и мы какой-то другой логин надо воде потому что в виде почтового ящика если меня был почтовый ящик из одних буквы лица из одних цифр они вообще цифры только требуют таком даже на букву не переключается то ввело бы мне дало бы не ввести а так нет нет у меня вверху кнопки по у меня подключиться к счету авторизация максимус market кстати почему максимус она сейчас еще раз подождите макси сервис с есть дэмо ну так а тут не ну ладно макси вот если просто макси я увожу мне дается на выбор 4 этих счета макси сервис с дэмо макси сервис с реал максимус маркет дэмо максимус маркет лайв ликвидите один больше мне ничего не дает так какой реал макси сервис с вы сказали что то нету не простите просто неверно прочитал макси сервис с это неправильно прочитано правильно прочитать макси сервисов я понял виноват да пожалуйста тут кстати вот от того что я поменял брокера мне ничего не поменялось и я второй раз сейчас попробовал через вставить копировать ящики встать вам все равно выбрасывает удаляет все то что не цифры если вы всего моего то ящика почтового вот осталось после ввести вставить вернее после вставить осталось только 345 не собака не рамблер ру ничего но не дает ввести но только на цифры вы ни разу не работали на 4 что я работаю через компьютер через компьютер нам так не жить ну что ж у меня пока только смартфон ну наверно же это возможно если 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 мт4 программа расположена в google play market и вы мне сами сказали туда зайти нету mt4 скачать вы сказали вы сказали зашел зашел скачал скачал какие ко мне претензии давайте вы сами попробуйте сейчас найти логическую ошибку ваших последних словах ну павел якушев я вам только что минуту тому назад рассказывал что он не дает ввести какие-либо другие символы кроме цифр прошла минута у вас как флешка переполнилась в памяти вы это все забыли или вы опять не говорите вводите ваш логин и ваш пароль ну как я в виду его что поменялось за минуту за минуту ничего не поменялось как не давала ввести так и не дает у меня нет электронной почты доступа к электронной почте у меня сейчас нет она она дома но я же вам сказал она дома она на ноутбуке и там пароль записаны как раз на ноуте в файле до зазипованном файле записан пароль я он очень длинный там больше 30 символов поисковой странице вот и пишите английскими буквами максим маркет . и дальше буква ай ой прошу прощения века виси века или виси виси да то есть в как галочка и буква ай все я там я вот в цитаделе финансовых заработков да вот дальше в правом верхнем углу нажимаете на три горизонтальной линии да 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 терминал хорошо нажимаете авторизация и регистрация да да угу вводите свой логин и пароль угу угу 1 2 3 4 5 6 видите какая высокая у меня обучаемость я все запомнил не понял а пустила потормозила чуть-чуть и пустила вот он теперь открылся ваш личный кабинет ну да да более похожий на то что я уже увидел в приложении x-critical так грузимся вы нажимаете на mt4 нажимаете на mt4 это личный кабинет m это трейдер 4 да 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 отлично ну тут выпало под менюшка логин кстати логин же есть мы сможем мы сможем логин этот скопировать и ввести его там а не морочится с моим этим самым почтам как удобно может и так ну хорошо так тогда ну если уже я зашел тут личный кабинет как мне перейти и посмотреть на для начала работы загрузите терминалом это 3 до 4 до вашей операционной системы то есть я обратно перехожу туда гружу видите я уже сделал половину вашей работы вы мне будете за это отчислять ассигнации так предоставляю возможность заходим на платформу предоставляем платформу заходим на возможность так мм тут тоже такой же пароль да 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 вход некорректный логин больные что ли сейчас еще раз а подождите подождите аж 3 4 5 не удалил так ну долгожданный вот наконец настал тот час так да да мир empty да мир пустой да покажи да вот вот хорошо где там у вас куча инструментов давайте зайдем давайте зайдем а тут чуть не совсем мне понятно свечки графики а котировки котировки а как мне перейти на раздел торговля да ничего нету у меня где я могу посмотреть какое количество товарных инструментов здесь мне как найти вы нажимаете в левом верхнем углу на три горизонтальные деньги нажал да что сейчас вы видите подскажите котировки котировки чарты торговля история почты новости экономический календарь сообщение сообщества трейдеров настройки торговля торговля нажимаете так нажал на торговлю торговля баланс 0 средства 0 свободная маржа 0 маржей нету вот совершенно верно сейчас вы обратили внимание что на вашем счету сейчас 0 долларов для торгов да вы нажимаете снова на три горизонтальные линии в левом верхнем углу у вас телефон какой это samsung или какое подскажите у меня samsung я понял хорошо тогда нажимаете на три горизонтальные линии и выбираете после этого уже котировку для чего мы сделали такой круг чтобы перед торговли вообще перед открытием вы понимали сколько вам доступно для того чтобы открывать здесь вот вы выбираете после этого котировки но тут с котировками вообще швах тут только одни валютные пары причем ограниченное количество раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать валютных пары и все тут даже товаров нет а стоп есть кнопка плюс видите я за вас все делаю есть кнопка плюс почти правый почти верхний так металлы севдишки 100 сток американ форекс энерджи комодитис на комодитис нажимаем кофе кукуруза хлопок соя сахар и пшеница и все все тоже так но дальше больше не дает все ограниченное количество на по по энергетикам идет UK oil crude oil brand и US oil crude oil VTI и натуральный газ не ну хорошо металлы посмотрим алюминий 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 на нем не заработал потому что не владея информацией вы не сможете правильно открыть сделку и соответственно дальнейшими сможете уже получить с этого выгоды а просто по названию инструмента ориентироваться ну извините но не ну вы согласитесь что вот как вообще торговать без грубого риса ну как торговать без грубого риса как торговать без какао без какао как торговать вы как торговать без кофе нет кофе тут есть как без какао с утра встал как вообще вообще утро начинать без какао я себя вообще-то не представляю хлопка нету если нету хлопка придется мы носим ну вот что прицепился вот ну вот вы мне утверждаете что вот все бедно бедно а где не бедно давайте будем так возьмем по кругам вот где не бедно интерактив брокерс там не бедно интерактив брокерс? ммм а почему с ними еще не торгуете так скажите почему не торгую торгую там долгое время сомневался там десятка десять тысяч вход ну торгую все нормально ну так вы все равно с ними не торгуете ну почему нет ну как в данный момент торговли нету я купил акции жду пока вырастут пока они хотя бы вырастут в цене правильно? ну да ну вот и сидите ждете извините держитесь за за свои трусы чтобы остаться хотя бы с ними ну конечно в принципе в принципе физическое владение товара ну или той же самой акции не позволяет вам зарабатывать зарабатывать на падение цены и соответственно соответственно это очень неудобно например чем плюс CFD контрактов, да, то есть это позволяет вам, позволяет вам зарабатывать в любом направлении, хоть в рост, хоть в падение, то есть вы в этом случае можете моментально реагировать на данные движения на рынке и соответственно зарабатывать в этом случае, то есть это очень такое хорошее возможно для вас, то есть если вы, например, купили, например, акции, допустим, того же самого Сбербанка, да, и, например, они 9-10 месяцев находятся в просадке, в грубой просадке, да, то есть которая, ну, просто даже вы в минус ушли максимально, да, то есть и вы не хотите уйти в минус полностью, то есть продать по дешевой цене, вы ждете пока хотя бы хоть выйдет, хотя бы там на 1-2% выше того, что когда вы входили, покупали данный акт, то есть соответственно, да, вот видите, есть определенные сложности, здесь, например, да, вы видите, что цена, например, падает на данный товар, вы вовремя среагировали, нажали на продажу, продали на определенное количество, заработали на разнице цены и, соответственно, уже получаете с этого уже свои выгоды. Вот вы, конечно, меня удивляете, то есть вы так, у меня вот создалось на минуту впечатление, что вы сами поверили в ваши слова, но потом я начал эти мысли от себя гнать, думаю, ну неужели человек не знает, что акции можно тоже шортить, что есть такое понятие, как шорт акции, не только шорт CFD, а шорт акции, думаю, ну неужели не знает, и на минуточку я, конечно, засомневался, но потом я стал эти мысли от себя гнать, и вы снова для меня стали квалифицированным экспертом, думаю, не, не может такое быть, просто что-то усталость или утро началось без кофе и без грубого риса, и что-то человек, не обращая внимание, Дамир, говорю я себе, и вот так я вытащил эту ситуацию, Дамир, я вам поясняю простые вещи, которые есть, да, то есть для того, чтобы от тем же самого, что говорите, шортить акции, да, вот, вы должны понимать, что есть время, как раз таки, когда вы купили акции, соответственно, вы не можете ими в дальнейшем располагаться именно тем, что там продавать или еще закупать, ну, именно 10 с ним как угодно. Почему не могу? Почему не могу? Я же могу, если я вижу, что оно падает, я, если я подозреваю, что оно будет падать дальше, я могу сейчас продать эти акции, перевожиться, так сказать, из лонга в шорт. У меня 100 акций, допустим, было в лонге. Я продаю сразу 200 акций, и таким образом я перекладываю 100 акций в шорт. Было 100 акций в лонг, стало 100 акций в шорт. Если действительно я прав, и падение идет, то я зарабатываю на падение. Вы записывайте, а то забудете. Ну, конечно, вы что, записываете информацию? Я вам все рассказываю, рассказываю, а вы даже не знаете, как войти в мета-трейдере. Ну, что за такое? Давайте так будем уже сами подойдем. А зачем мне мета-трейдер? В семейной жизни такие входы не пригодятся. Что-что? Зачем мне мета-трейдер? У меня роскошное приложение от Interactive Brokers. Зачем мне мета-трейдер четвертый еще, к тому же. Четвертый вообще. Он позволяет вам торговать, зарабатывать и получает с этого выгоду. Вот смотрите, вы говорите, что в Interactive Brokers очень много инструментов. Я не хочу никак вас порубить. Но у данного брокера, к сожалению, только 23 валютные пары. Ну, 23 валютные пары. Ну что вы, даже на московской беже больше. У вас вообще 11. У вас здесь, на мета-трейдер четвертом, вообще 11. Так что в сравнении с 23, тремя, вы вообще нищебруды. Стоп, 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 подождите. Откройте сейчас валютные пары, валюту. Сейчас откроем. Так, где она тут? Плюс, ну так они в самом начале и есть 11 валютных пар у вас. Ну, это вы сейчас видите основные популярные валютные пары. Ну, их 11. Основные. Ну, их 11. Где увидеть остальные? У нас представлено больше 7. Больше 70. Больше 70. Где они? Инструментов по валютным парам. Где они? Хорошо у нас предоставлено. Кто спер остальные? Подождите. Откройте сейчас на платформе института. Это в основном предоставляется для новичков. Как раз основная торговля на валютных парах. Вы в этом случае выбираете данные инструменты. Валюта. Окей. Раз, два, три. Тогда раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестая. Шестая. Это канадец, швейцарец. 7, 8. Твою ж, что он бегает? 7, 8, 9, 10. Десятая. Это евроканадец. 11. Что он дергается? 11, 12, 13, 14. Да. У вас, конечно, тут побольше чуть-чуть. У вас даже... Сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять. У вас тут штук тридцать. Чуть-чуть больше, чем интерактив. Больше сорока пяти. Я могу так сказать. Больше сорока пяти вам предоставлено, как у него валютный балл. Поэтому, смотрите, это маска для клиента. Это первое, чтобы вы понимали. То есть, чем вы будете в основном торговать на пример. Дело в том, что я пока научусь торговать на них. Мне зачем такое большое количество валютных пар, чтобы у меня глаза разбегались? Пока я освою это все, пока у меня начнут торговать, пока я пойму логику движения этого актива. Мне вполне достаточно трех, ну, четырех, ну, трех-четырех валютных пар. Достаточно для этого. Что-что? Ну, что достаточно? Вы мне тут утверждали, что количество товаров мало, да? А валюты, ну, вообще, в принципе, вы сказали, у нас бедная платформа. А тут мне утверждаете о том, что вам достаточно десяти валютных пар. Так, почему вы, вот сейчас, да, пытались меня вести в заблуждении. Так, подождите, подождите. Так, получается, что то, что вы мне раньше рассказывали, это было неправда, да? То есть, то, что вы раньше мне рассказывали, это было неправда? То есть, это на самом деле хорошо, когда больше, да? Валютных пар и инструментов. Хорошо, когда больше, да? Подождите, я хочу ответить, получить конкретный ответ от вас. Вот мы им только что утверждали, да? Ну, буквально не только что, минут пять-шесть назад. Говорили о том, что вот компания бедная, нищебродская, да? То есть, у нее мало инструментов для торговли. Тут мы выяснили в том, что для вас и не нужно много инструментов. Вот вы сейчас сами себе, так сказать, противоречите. Не, не, не. Подождите, ну, надо же не запись диалога. Не валютных пар много не надо. Зачем не валютных пар много? Так, ну, подождите, подождите. Не нужно... Я предоставил ответ на ваш вопрос по поводу товаров, акций, индекс, да? Больше всего их предоставлено на платформе MetaTrader 4 и MetaTrader 5, да? Которую вы пользуетесь как уже для профессиональной торговли. То есть, таким образом, да, то есть, новички не будут торговать на таких инструментах, как кофе, зерно и так далее. Почему не будут? Почему не будут? Потому что для начала нужно научить, научиться открывать сделки на простых инструментах. Понимаете? А дальше уже задействовать свой потенциал и знания свои уже как раз на практике на таких инструментах дорогостоящих, которые приносят результат. А я утверждаю, что да, потому что я торгую уже больше 6 лет, и каждый наш новый клиент, который начинает работу, неважно с каким он опытом, в любом случае, он для начала проходит для себя обучение с помощью валютных пар, некоторых товаров, потому что, опять-таки, не владеет всей базой информацией и знанием, что когда изменяется в цене практика, не владеет. Еще и дополнительно к этому, да, то есть, еще не имеет такой суммы для того, чтобы торговать на акции. Потому что все хотят с 5 тысяч рублей зарабатывать миллиарды на акциях. Ну что же вы хотите с этого получить? Я же вам говорю о том, что, да, вот на текущий момент, если вы хотите торговать данными инструментами, смотрите, мы будем тогда с вами говорить за депозит от 6 тысяч долларов. От 6 тысяч долларов. Потому что мы с минимальными сделками будем использовать. Я вас не пугаю, я вам говорю то, что есть. Если вы хотите получить и понять доходность данного предложения и качество нашей аналитики, я бы даже рекомендовал бы вам с 1000 долларов хотя бы попробовать. Увидеть данные движения, увидеть данный механизм работы, увидеть доходность, количество положительных сделок с нашей аналитикой. Если вас это устроит, конечно, мы будем с вами уже общаться по поводу уже другого, того, чтобы торговать на других инструментах, торговать на более дорогостоящих инструментах. А если мы сейчас с вами, знаете, гоняем ветер во рту, да, то есть, ну, слушайте, но я вам предоставил информацию, вы мне начинаете опять говорить за другое. Я вам каждый аргумент привожу, вы начинаете искать другие отманы. Ну так почему так происходит? Вы пытаетесь как-то увильнуть нашего диалога или как? Наконец-то у вас прошел приступ красноречия. Я вам элементарно скажу. Я вам элементарно скажу. Что вы хотите этим сказать? Что вы хотите этим сказать? Что компания Interactive Broker намного лучше, чем наша компания? Пожалуйста, торгуйте с ней. Я бы сказал бы хоть что-то. Если бы вообще можно было бы хотя бы теоретически вставить хотя бы полуслова, хотя бы один слог можно было бы вставить в вашу активную речь. Вы же не даете сказать. Вы мне так утверждали. Вы мне так утверждали. Я теперь также буду с вами вести диалог. Удобно или же нет? Смотрите, Павел. Смотрите. Вы не понимаете одну вещь. Вы бывали когда-нибудь в приличных компаниях? Ну, такие компании, как ваши, только приличные. Вот вы заходите туда. А вы были нормальным. Принципиальный, ну, принципиальный, потенциальный клиент. Что делает приличная компания? Она предлагает. Не угодно ли кофейку, товарищ Павел Якушев? Вот, говорите вы, угодно. И они вот предлагают вам кофе. А здесь прихожу я в вашу X-Critical. У вас кофе не то, что не предлагают. У вас даже и торговать им нельзя. Ну, как так? Так, сразу же видно, что компания не клиента-ориентирована. Вот у меня счет. Вот вы предлагаете. Если вы хотите валютными парами поторговать, не надо бежать на платформу X-Critical. Если вдруг мне надо чем-то другим поторговать, все, я выключаю X-Critical. Капатык, 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 капатык. Бегу на платформу MetaTrader 4. Одна нога здесь, другая там. А если я у меня должен буду поторговать еще чем-нибудь, допустим, криптовалютой, то мне надо будет вообще скакать куда-нибудь еще на третью какую-нибудь платформу. Кто так делает? Видно сразу, что вы компания, компания обморок. Ну, скажем так. Слушайте, я вам говорю за совсем другое. Профессионалы, люди, которые торгуют депозитами от 5-10 тысяч долларов, хорошим опытом и базой информации, они в основном торгуют на дорогостоящих товарах. Да, и как вы заметили, да, вот вы говорите, кофе, бобы, зерной, другое, другое, другое. Да, они в основном используют данные инструменты, поэтому они в основном торгуют на методрейдере. Да, то есть используя там, если валютный пар, то самый популярный. Если вы новичок, если вы новичок, хотите набраться опыта, да, вы на простых инструментах, не особо дорогие в цене, такие там, акции не сильно дорогие, валюты, драгоценные металлы. Также и дальше, да, то есть выбираете для себя криптовалюты, например. Попробовали, поторговали, набрали опыта, все хорошо, да, заработали определенную часть. Переходим к дальнейшему формату, например, если мы будем с вами рассматривать профессиональную торговлю, то мы с вами уже будем полноценно концентрироваться на методрейдере. И полноценно уже будем проводить полный весь процесс торговли на методрейдере четвертом. Как мы будем там торговать? Там же тут всего 11 валютных пар. Самых популярных валютных пар. Так а что, больше не надо? Больше не надо? Получается, больше чем 11 не надо, да? Не надо, да? Больше чем 11? Банда нет. Так тогда мне зачем, что вы хаете, тогда мой интерактив брокерс там 23, мне хватит. Не вынесла душа поэта. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!